Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет с вами один очень серьезный выпуск. Меня часто спрашивают о том, что делать, чтобы не укачивало, как проходит морская болезнь, что делать, если я хочу рыгать за борт и прочее. Прочее, прочее. Давайте сегодняшний выпуск посвятим морской болезни, или как она называется по-английски, сисик. Погнали! Итак, что же получается с вами, когда вас укачивает? Вы знаете, что... Ух ты, как здесь горячо! Солнце меня, в общем, отвлекло немножко, потому что пятки начали шипеть. Итак, что происходит, когда вас укачивает? Лодка идет. У лодки есть регулярные колебания. Допустим, берем волна, которая идет сбоку, высотой полметра. Вам становится плохо. Из-за чего? Работает среднее ухо, которое отвечает за вестибулярный аппарат. То есть, вы смотрите, вы ощущаете качку, и особенно укачивает внутри. Вы глазами, вы не видите, что что-либо качается. У вас картинка статичная. Среднее ухо определяет то, что у вас есть движение. И у вас получается рассинхрон между тем, что вы видите, и тем, что вы ощущаете. А в каких ситуациях случается такая история? Тогда, когда вы отравлены. То есть, когда к вам в тело поступает какой-либо токсин, и реакция вашего организма избавится от этого токсина, его нужно выблевать. Поэтому вы делаете это вот так. После того, как вы избавляетесь от токсина, вам сразу становится моментально легче до следующего раза, пока вас опять не укачает. Но к любой качке человек прикачивается, и теперь любая волна, которая идет меньше, чем ту, к которой вы прикачались, вас уже сильно укачивать не будет. Но волна чуть больше, или другой характер волны, она пришла под другим углом, вас опять начинает укачивать. Но если вы прикачиваетесь в разных режимах, потом вам становится абсолютно нормально. Далее. Что происходит, если вы давно не были на лодке? Вас будет укачивать сразу точно так же, как укачивало в первый раз. Единственное, что период времени, в который вас укачивало, будет значительно меньше. Если так вы лежали мертвым 3 дня, то так можно прийти в себя за 3-4 часа. То есть, если вы много ходили, сразу может быть плохо, но это состояние организм вспомнит и быстро вернет вас в привычное русло, когда вас уже не будет укачивать, и вы будете полноценно функциональны. Есть одна очень важная ремарка. Касается еды. Когда вам плохо, когда вас укачивает, вам есть, естественно, не хочется. Но вы можете прийти к такому моменту, в котором вас начнет укачивать, и вас будет тошнить просто от голода. И этот момент нельзя пропустить. Даже если вам плохо, даже если вы вообще полностью, у вас там все поломалось, все равно пить воду, если много и сильно тошнит с регидроном, и все равно что-то кушать, глюкоза, чтобы поступала в ваш мозг. Есть специальные такие, типа конфеты, их бросаешь в воду, растворяешь и пьешь, и попадает глюкоза вам прямо в голову. Если себя заставлять, то скушать что-нибудь вот легкое, маленькое, по чуть-чуть, но главное не пропустить момент, когда вас будет укачивать от голода, и после этого вы уже, скорее всего, к нормальному режиму не придете. То есть у вас это все будет до конца вашей поездки. Теперь давайте рассмотрим, какие средства от укачивания бывают в природе. Есть браслеты на руки, которые давят на точку, находящуюся на два пальца выше кисти. Здесь есть точка, на которую якобы надавливая, качка уходит. Далее. Есть народный способ 50 грамм рома. Я не знаю, кто этот сильный человек, который может такое сделать, но я себе это не очень представляю, потому что рыгать потом ромом не самое кайфовое дело. Затем, дромина. Таблетки от укачивания. То есть клевая штука, укачивание снимает, но вы становитесь при этом совершенно овощем. То есть если вам нужно что-то при этом делать, то делать вы не просто ничего не сможете, а вам будет просто полный каюк. Из более-менее приличных препаратов есть стогерон. Он помогает, кто-то его использует, кто-то не использует. Но из того, что я видел такого, которое более-менее работало, это были специальные пластыри, купленные на Алиэкспрессе, клеится куда-нибудь там на плечо, и он работает. Но я в средствах от укачивания не силен, то есть я вам рассказал вот те, которые бывают, а уже искать и применять для себя вы должны их самостоятельно. Мне часто задают вопрос, укачивает ли меня? Естественно, меня укачивает, но все зависит от условий, в которых мы находимся. Если это действительно там плохие условия, шторм, волны там больше 6 метров, и они короткие, лодку бросают вверх-вниз, конечно же в таких условиях меня укачивает, и я могу там выйти прорыгаться за борт. Но это бывает крайне редко. В обычных условиях, при которых мы ходим там 99% времени, естественно, меня не укачивает, и я этому внимания сильно не уделяю. Бывает такое, что если я там долго где-то уезжал, я выхожу сразу там в желтенькое-красненькое, то скорее всего у меня может начать, вот я буду чувствовать вот здесь в голове такое давление, я буду понимать, что меня укачивает, но это не будет что-то, из-за чего я буду дисфункционален. То есть я буду полноценно выполнять все действия, которые мне нужны, я буду просто ощущать, что мне плохо, и, наверное, буду стараться там меньше ходить вниз там, или делать какое-то чего-то с мелкой моторикой в начале, и потом опять там через день-два я уже могу это делать полноценно. Давайте я вам расскажу о том, что с моей точки зрения нужно делать, чтобы вас не укачивало. Или укачивало, но прошло быстрее, или укачивало прошло медленнее, но при этом вы себя чувствовали более-менее прилично. Самое главное, вам нужно определиться, чем вы заняты в момент яхтинга. Вы находитесь в активной жизненной позиции на яхте, либо в пассивной. Если у вас есть возможность ничего не делать, ложитесь спать, отдыхайте, потому что во время сна вестибулярный аппарат не работает, когда вы спите, вас не укачивает. И в таком состоянии можно находиться безлимитно долго. Неделю, две недели вы можете просто проспать весь этот переход длинный, ужасный, и уехать с лодки перекрестившихся, и сказать, фух, слава богу, у меня это все закончилось. Но мы говорим в первую очередь о тех, кому это нужно, и кто хочет побороть морскую болезнь, во-первых, нужно быть постоянно чем-либо занятым. То есть, если вы управляете лодкой, тянете шкоты, вам будет плохо, вам будет нехорошо, но вы концентрируетесь на чем-то другом, соответственно, качка не будет влиять на вас настолько сильно. То есть, вы будете, может быть, даже бегать периодически за борт на подветренную сторону, что немаловажно, сразу определите, куда дует ветер, и вместе с ветром туда бегать. Это то, что касается, вам нужно минимизировать свое нахождение внутри лодки, потому что там, где вы не видите горизонт, где вы не видите ничего, будет сильно укачивать. Опять же, если лодка заходит в ночь, и у вас ночные вахты, если у вас есть возможность минимизировать нахождение в ночных вахтах, пока вы не приготовились, не подготовились вестибулярно, постарайтесь спать, когда темно, потому что вас сразу выключат. Обычно вас выключают первый раз, когда вас укачало, потом вы привыкли и выключают обычно второй раз на ночь. То есть, далее, если вы сейлите где-то под берегом, смотрите, видите горизонт, видите землю, вам будет значительно лучше. Ну и самое важное, не держите в себе. Если подкатывает, сразу отдали, и в этом случае сразу вам будет моментально, в этот момент сразу будет хорошо. Если вас выключило полностью, ну, уже попытайтесь лечь спать, и при выходе на берег 15 минут, и вы будете абсолютно восстановленными, и даже не будет памяти о том, насколько вам было плохо. Надо ехать в Панаму и проверить. А вообще, вот именно с того, вот как ты вначале пришла, и вот как тебе было, хорошо ли, плохо ли, и как боролась? У меня было терпимо, второй день было безобразно, плохо. Это неконтролируемый процесс, вообще никак. Ни дыханием, ни усилием, волей, ни водой. Но сон, аудиокнига и немножко выдержки, ну, наверное, сутки, и все окей, все окей. Главное, понимать, что это закончится. Рано или поздно, но у меня рано, я планировала 5 дней выскоча, умирать, да. Двое суток, и огурец, нормально. Ну, ты когда приезжала, у тебя какие мысли были по поводу, будет ли тебя укачивать, вообще, как ты думала с этим бороться? Меня, по моим планам, должно было сильно укачивать, потому что меня укачивает в автомобиле, когда я не за рулем, например, да, но я надеялась, что мои поездки на мотоцикле как-то, ну, будут способствовать тому, что у меня вестибулярка не такая уж слабая. Вот, но вообще, в целом, я думала, что будет, ну, прям очень плохо. Я готовилась лежать, висеть за... Вообще, единственное, что меня беспокоило, что это будет не очень красиво, бесконечно, и как будут воспринимать это остальные, ну, учитывая, что, как бы, все... Там лежали рядом все, Вот, а для тех, кто не лежал, это был естественный процесс, то, в общем-то, ну, как бы, окей. А что ты думала делать перед тем, как ты приехала? Какие у тебя мысли были в борьбе с... Ну, только дышать и смотреться, держаться за горизонт глазами, и я была не в курсе, что когда спишь или лежишь даже с закрытыми глазами, что не укачивает. Это очень большое подспорье. Скажи, пожалуйста, вот, по поводу качки твоя мысль. По поводу качки? Да. Что такое качка? Тебя качало, не качало? Нет, я, наверное, отношусь к категории людей, которых, в принципе, никогда не укачивает. Ну, я так раньше думал, и я когда попал на лодку, у меня был интерес, будут меня укачивать или не будут. Меня не укачивает. Вообще, нисколько. То есть, смысла обсуждать это нет вообще. Не-не, есть мысль. Но есть мысль, почему так. Фестивулярный аппарат, это, по сути, а-ля мышца. И эта мышца, она тренируется. И ее довольно несложно натренировать. Если люди думают, как подготовиться к поездке на лодке, то у меня мысли следующие. Вот, продается такой железный круг. Ну, два круга на подшипнике, чтобы вращаться. Да, да, да. Вот, берется этот круг, и на нем просто берешь и крутишься. Крутишься, 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 пока тебе плохо не станет. Мне кажется, все-таки немножко другой характер качки. Характер качки, безусловно, другой. Все это правда. в детстве зависал на этом круге. Мне очень нравился эффект, который возникает от этого круга. Я долго прямо на нем крутился в разные стороны и прям ждал, пока этот эффект не настанет. Ну, после этого я вырос и никогда нигде не укачивал. Хотя, в общем-то, часто бываю в стиральной машине, которая включена на лоджи, мы там, вращение бывает 800-1200 оборотов в минуту. Ну, как бы, нормально. В целом, опасаться этого точно не стоит. Ну, 100%. Моя жена, я переживал за нее, вестебулярный аппарат, я много раз говорил, что надо его тренировать. все без толку. Прикачалась на третьем день. Вопросов нет. Когда вы прикачались, есть одно очень прикольное развлечение. Вообще, в принципе, вот для тех, кто прикачался, ну, не знаю, для меня, по крайней мере, очень вот это ощущение качки, оно приятное. То есть, это раздражение вестибулярного аппарата, оно немножко, так можно сравнить, наверное, с воздействием легкого количества алкоголя. Так вот, для тех, кто хочет дозу усилить, есть совершенно классное развлечение. Для этого нужно спуститься немножко по лестнице вниз в кают-компанию в Underbillow и там с двух сторон окна и плюс зеркала. И ты в это во все смотришь, у тебя все это качается в разные стороны, эффект вообще смогшивательный, прямо кайф. Но для этого надо, чтобы был такой ветерок посильнее, чтобы покачивало. Динамики, динамики. Динамика, и тогда все. То есть, тогда такое ощущение, что лодка просто в этот момент летит. А для тех, кто только адаптируется еще к этой ситуации, очень полезно стоять на руле. Я помню, когда я первый раз стал на руль под парусом, то мы ехали 10 узлов. Для меня качки не существовало в тот момент вообще. В принципе, лодка просто прямо ехала. Я был настолько сконцентрирован на управлении, что последнее, что меня беспокоило, это качает ли ее в этот момент. Ну вот, как-то так. Что такое, гад? Чикито, давай расскажи, как опытный человек, у которого за плечами уже много миль, вот что делать людям, чтобы их не укачивало, по твоей версии? По моей версии, пережить это. Просто пережить. Не, ну, во-первых, как сказал Саша, правильно, действительно, самое крутое, что ты можешь делать, это стать за руль. Первое. А второе, дышать, смотреть в горизонт и пережить. Знать, что это за закончится. Жизнь-то не вечная. Ну да. Скажи, дружа, по поводу укачивания, вот когда мы начали сейлить, тебя укачивало. Как ты боролся? Меня укачивало самым первым, я был на рычагах, да просто, не отрываясь от производственного процесса, ну или, как его можно назвать? Подержи руль, пойду проблююсь, да? Именно так. Да. пошел, отдал дань, ну там, русалкам, или как это называть. Ну и все, и дальше потом гора здоровна. Ну, на самом деле, не первый раз в море, поэтому, имею представление, ну, до этого был, какой-то, наверное, дискомфорт, я имею в виду на суше, пошел первый и отдал эту дань. Ну, так, никаких, в общем-то, таких прям, фатальных проблем не испытал. А скажи, вот именно как совет, как бороться с качками, уже ты же прикачался, то есть у тебя уже, ну, тогда, когда тебе было плохо, тебе было плохо, ну, понятно, прорыгался там, все дела, там, какой-то там, день-два, а потом, вот именно совет, как с этим бороться лучше, как вот ты считаешь? Не знаю даже, как бороться, но, трудно сказать. Ничего не делать? Или, там, пить, спать, ну, вот мысли. Ну, скорее, если, если совсем тяжело, на воздухе, на свежем, переносится легче, объективно. Когда чем-то занят, таким, как вот, руление, то на это внимания никаких не обращаешь, абсолютно. Сюда спускаешься вниз, на переходе, то сразу смотришь, куда бежать, на какую сторону, грен, в ту сторону и ложишься, чтобы не укатиться в проход. Ну, то есть, ты считаешь, что ничего делать не надо? Да, принять как есть и жить с этим, что делать. Сколько ты прикачался, за сколько? За сколько дней? Да. Ну, ты на второй день тебя еще подташнивало, да? Ну, такие были какие-то позывы, да, на вторые сутки какие-то позывы были, но не более того. Потом все прошло, даже не то, что там позывы, не то, что подташнивало. Голова, в голове давление. Да, вот где-то вот, где-то в этой части. Ну, а потом как-то и даже без внимания, какая разница, качает, не качает. Хотелось, конечно же, уже ступить на землю сколько можно. Качает до сих пор, уже второй месяц. Друзья, надеюсь, я вам помог своими советами, своими рассказами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, проверяйте колокольчик, комменты, пишите, спрашивайте, буду готов вам ответить на все вопросы. И до встречи уже через несколько дней. Пока!